С Еленой мы дружим еще со школы, вообще мы знакомы с садика. Мы были в одной группе и дружили, и как-то вот наша дружба уже длится столько лет. Идея была Ленина, открыть кондитерскую. Пригласила, говорит, пойдешь, пойдем попробуем. Кафе это вообще была мечта у меня там с детства. Насколько это может там советская девочка мечтать, частной собственности ведь не было. Но мне просто всегда не хватало вот этой какой-то красоты, уюта в наших советских кафе. И всегда была мечта открыть собственное кафе. Мы себя позиционируем вообще домашними кондитерами, потому что мы готовим по-домашнему, мы готовим из натуральных продуктов. Никаких там заменителей у нас, ни сахарозаменителей нет, ни сливок растительных. Вкус детства, как мы всегда говорим, потому что мама из плохого не приготовит. И мы вот этот вот вкус, люди нашего поколения это понимают, чувствуют. Они приходят и говорят, тортики как в детстве, картошка как в детстве. Мы были на мастер-классах таких признанных шефов, как Вера Никандрова, наш алтайский кондитер, учитель, преподаватель. Хан Саванда, это вообще такой мировой признанный шеф. У нас в ассортименте и есть тортики европейского такого уровня и исполнения. Мы открылись 29 декабря, прямо перед самым Новым годом. Это было в РАЛ. Конечно, наверное, мы будем вспоминать это всю жизнь со смехом. Теперь уже, потому что было три ночи, просто бессонных ночи. Мы спали по три, по четыре часа. Было волнение. И вот мы сейчас себе задаем вопрос, зачем мы это делали. В общем-то, у нас есть доход, мы можем, есть на что жить. А вот именно какие-то наши внутренние, какое-то было обязательство, мы его себе дали. Мы пообещали людям, что мы к Новому году откроемся, и мы просто сделали это. Карантин нам, наверное, был дан как спасение, как отдых. На отдых. Потому что у нас было очень сложное открытие, мы просто устали. То есть мы открылись во время наивысшего спроса. Это был Новый год, это были староновогодние праздники, Рождество. То есть у нас прям все супер, мы сработали. 23 февраля, 8 марта. День влюбленных. День влюбленных. То есть мы открылись в праздники. И, наверное, мы просто устали. Ну, конечно, для бизнеса это непростое время. Но тут прям даже хочется, я не знаю, хочется спасибо сказать. Нас государство поддержало вообще, да. То есть мы, так как мы попали под сферу пострадавшую от коронавируса, нам что, нам возместили за два месяца минимальную зарплату наших сотрудников. И плюс от налогов нас освободили на второй квартал. В нашей русской культуре еда – это выражение заботы. То есть мы свою заботу о своей семье, о своих там детях, внуках, там бабушке, да, выражают во вкусной и красиво приготовленной еде. Ну, вот мы так выражаем свою заботу о наших односельчанах. Не все же могут поехать в город, а ты пришел, взял тот же тарт, тот же пирожный, тот же трав. У нас некоторые приходят и говорят, а можно нам тортик в стаканчике? Очень приятно, что приходит молодежь, приезжают на каникулы домой студенты, и они приходят с ноутбуками, садятся у нас здесь и сидят, кушают пироженки, пьют кофе и работают. Это у нас больше не про бизнес, а про эмоции. То есть ты приходишь, ты погружаешься в красивую атмосферу, окунаешься в какую-то, может быть, немножечко нереальную жизнь, немножечко нашу недеревенскую, отвлекаешься от этого. Приятные слова услышала недавно от молодых людей. Прямо вот гореют очень душу, сказали, что вы делаете деревню лучше.